Первый вопрос. Вы добровольно даете интервью, без никакого крессинга и так далее, без давления, да? Да, я добровольно, согласен. И второе, согласны ли вы, чтобы это интервью было опубликовано в средствах массовой информации или в соцсетях? Даю. Как зовут, полное имя? Роман. Фамилия, имя, общество? Иванов Роман Антонович. Как год рождения? 25 сентября 1992 года. 1992 года. Откуда сам родом? Сам родом Дальний Восток Российской Федерации, Хабаровский край. И город или село, поселок? Поселок Завета Ильича, Советско-Гаванского района. Завета Ильича? Там даже такие названия еще остались, да? Завета Ильича, да? Должность какая? Должность у меня по месту службы была сапер-мотористом. Сюда я приехал в качестве другой должности в составе другого подразделения стрелком-помощником пулеметчика. Пулеметчика, да? Воинская часть какая-то, да? Воинская часть 71-436, Курильские острова, остров Итуруп. О, так далеко, да? Все верно. А были на Курильских островах там место дислокации, да? Место дислокации. И вы там были, да? Да, я проходил там службу. Хорошо. А когда заехали в Украину? Заехал в конце июня этого года. В конце июня, да? В конце июня. А вы контрактник? Я контрактник. А сколько платили? Штатная зарплата 67 тысяч рублей. Здесь я так и не увидел зарплату, потому что все документы забрали в плену. У меня там находилась моя зарплатная карта, но начальство ничего не обещало. Сколько будет платить по слухам, я слышал 56 долларов примерно в сутки. 56 долларов в сутки, да? А знали, что едете в Украину уже в июне, да? Я знал, потому что мой командир роты по штатному месту службы, молодой лейтенант, он мне ничего не зачитывал, никакой документ, что я буду участвовать в спецоперации. Он устный, мне дал приказ за место одного отказавшегося военнослужащего с нашего подразделения. То есть набрали 6 человек именно с нашего подразделения, планировали их сюда отправить. И один отказался уже прям там сразу на месте, ну и сейчас перестал выходить на связь и приходить на службу. И мне командир роты сказал, Роман, ты едешь с нашими ребятами для участия в спецоперации, это приказ, тебя не бросят. А вы не хотели отказаться? У меня была мысля, но я все равно сюда поехал. Не из-за денег, а вот как исполнитель по службе, по военной мне в следующем году выходить на минимальную пенсию. А почему на минимальную пенсию нужно выходить? Ну 12 календарных лет получается. Сколько вам лет сейчас? Сейчас мне будет 30 лет, 25 сентября этого года. А то есть через 12 лет можно выходить на пенсию, да, если ты служил, да? Через 12 лет, вы понимаете. А семья, дети есть? Нет, я холост, детей нет. Я понял. И ехали на это, на спецоперацию. То есть вы понимали, что будете делать. А куда заходили? Ну, это не было населенных пунктов поблизости, где мы выполняли задание свое. Не-не, куда заходили? Как я узнал от некоторых военнослужащих, это было Харьковское направление. А задачи какие? Задача была ближайшая, это продвигаться к опорному пункту вооруженных сил Украины и, ну, занять там позиции. А где это было ближайшее? Лесополоса населенных пунктов. Но я не разбираюсь, я карту не изучал вашей страны. Просто мы высадились в лесополосе на трех КАМАЗах. На военной технике были три КАМАЗы. Мы высадились с ними, сгрузили все свое имущество на землю и продвигались по лесополосе, окапывались, чтобы жить прямо в земле. Несколько дней жили в окопах, дальше продвигались на метров сто, окапывались заново. Вот так вот я 8 июля попал в плен. Июля? Июля. То есть вы месяц где-то были, да? Нет, даже меньше месяца, там, ну, неделя полторы буквально. Полторы, да? Вы сказали, что, чтобы идти дальше на Харьков, да? Харьковское направление. Харьковское направление, лесополоса. То есть вы, грубо говоря, наступали, да? Были в наступлении. Вы стреляли, да, как помощник-пулеметчик? Я был в третьей группе, а наше полностью подразделение действовало в составе трех группы. Я был в третьем взводе, то есть я на прикрытии. Была такая установка, если мы видим вероятного противника, то мы стреляем. Если мы его не видим, мы занимаем позиции, ну, соответственно, скрытные, чтобы нас не убили. И прикрываем другие группы, которые идут впереди. Ну, стреляли? Я стрелял, первые две группы прошли, получается, на них началась перестрелка. Я не видел, сколько солдат погибло, сколько было ранено. Но в нашей группе тоже были ранены один офицер и несколько солдат. Получается, первые две группы прошли, они начали отстреливаться там. Я, вероятно, противника не видел. То есть я лежал за деревом, взорвало их гранатами, меня немножко оглушило. Роман, а чего мы боимся? Я просто не понимаю. То есть вы приехали в Украину на войну, правильно? Получается так. Приехали воевать. Правильно, да? То есть добровольно был приказ. То есть вы не отпетляли ничего. Но это же нормально, что вы стреляете, правильно? Я просто не понимаю, почему вы боитесь сказать, что вы стреляли, украинцы для вас враги. Что вы стреляли. А вот вы вот это делаете, первые две группы, нас там обстреляли и так далее. Вот это вот большое вступление. Вот я честно не понимаю, зачем это. Стреляли? Стрелял, но не видел, чтобы кто-то от моей руки погиб. Ну хорошо, ну стреляли в украинцев? Стрелял. В украинцев? Стрелял. Ну не по воробьях? Все верно. По украинцам? Да. То есть, ну, потому что сейчас так начнется, ну, начнется. Я не знал. Ну, слава богу, с вами хоть все проще. Вы знали, что идете на войну, да? Знал. Ну, хорошо. Вот, то есть, что вы делали, как русский солдат в Украине? Вот цель, задание было. Ну, идти на Харьков. Это понятно. Зачем? Как нам промыли мозги средства массовой информации наши, российские, что здесь присутствуют на территории Украины националисты, которые притесняют русскоязычное население. Это уже перед этим, как вы и шли? Националисты. Ну, там другая терминология была. Там должна была быть деноцификация. То есть, на Украине, в Украине не националисты, а нацисты. Нацисты, да? Вы нацистов видели там? Ни разу. Ну, то есть, и вы шли глубоко уверены, что будете воевать с нацистами? Так. Под воздействием русской пропаганды. Правильно я понимаю? А вот как в вашем представлении должен выглядеть украинский нацист? Вы их не видели, но все-таки вы воображали, вот когда-то вы все-таки встретите украинского нациста. Вот просто опишите. В вашем представлении, кто это? Ну, в моем представлении это человек, который, ну, возвышает, наверное, свою нацию перед русскоязычной нацией. Какую нацию? Русскоязычная. Русскоязычную нацию? Украинский нацист это тот, что возвышает русскоязычную нацию? Нет, свою перед русскоязычной. Перед русскоязычной. А в чем проблема для украинцев с русскоязычными? Не могу ответить на этот вопрос. Минус Скобеева и Соловьева? Ну, минус. Ну, вы же смотрите там Скобеева, Соловьева и все это, братья. Гебель СТВ вы смотрите, Россия 24 и все это. Ну, смотрел, но очень редко. Украинцы разговаривают на русском языке? Разговаривают. Их кто-то утесняет здесь? Нет. Вы знаете, то есть ваш аргумент не состоятельный? Все правильно я говорю? Все правильно. Хорошо. Вот напомните, откуда вы сами родом? Вы на Курилах служили, а родом откуда? В Хабаровске край. Поселок, да? А как жизнь вообще в поселке там? Ну, у меня там мать и сестра, мать живет в своей квартире, работает стрелком военизированной охраны и скоро на пенсию. Это воинская часть, охраняют ее гражданские. Вы там все милитаризированы, да? Не понял. Ну, то есть мать где-то там с военными, вы военные, там то есть других профессий нет? Ну, очень мало там порт, ваненский порт. Угольный терминал, деревообрабатывающий, завод Аркаим. Но воинских частей очень мало. Я изначально планировал проходить военную службу на острове Сахалин, но там не было должностей на тот момент в 2018 году, и мне предложили на Курильские острова. Там хуже должности? Там, ну, именно на нашем острове похуже, потому что, как таково, инфраструктура. Малое село Горячие Ключи, там единственные рыбообрабатывающие заводы в Китовом присутствуют. И все, до ближайшего города, очень далеко, 40 километров. На такси стоит 3,5 тысячи рублей доехать до туда. На рейсовом автобусе 250 рублей. А сама воинская часть находится в селе. То есть выходишь с воинской части, ну, максимум домов 12 двухэтажных. Магазины прям в домах, в квартирах находятся. Ну, школа, и все, больше ничего нет. А вы учиться после школы никуда не думали идти? Я закончил среднее специальное образование, умение. Я училище закончил в институте, нигде высшего не получил. А училище кто за специальность? Мастер жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ. Все верно. Я понял. А уровень жизни как? Где-то были, ну, ездили в другие регионы России или за границу? Ну, по России я был максимум на Дальнем Востоке, там, в Приморском крае. Был за границей, был только в Китае. Это был далекий 2010 год. А что делали в Китае? Да, ездил закупаться вещами в ближайший город, там, Суи, Фаньхэ. Ага. Ну, то есть, потому что там дешевле, да? Да, там было 12 лет назад. Больше за границей нигде не присутствовал. А вот вы бы вышли на пенсию и все, жизнь остановилась. То есть, жили бы с пенсии и все, да, я понимаю? Нет, я бы вернулся на железную дорогу. Я уже там работал однажды, когда перерывы в военной службе были у меня. А почему были перерывы? Ну, потому что увольнялся по организационно-штатным мероприятиям по сокращению должности. Я еще был момент, служил в военной полиции. Один контракт. А, даже в военной полиции, да, были? А вот вы когда ехали в Украину, да, вот, а в плен как попали? То есть, не смогли отбиться, вас взяли, да? Я сейчас вам расскажу. Попали вот в перестрелку, как я и говорил. Я прикрывал, ждал две группы, когда они вернутся, чтобы прикрыть их. Наш старший группы, лейтенант, офицер, он получил осколочное ранение в шее, упал в яму и мне пришлось пока прикрывать пулеметчика, чтобы его вытащить. Нам не давали отойти. Я получил задачу от сержанта, от замком извода, вытаскивать его. Протащили метров 30. Я понял, что физически не смогу его вытащить, потому что прошли от последних позиций метров 200 техники, при нас никакой не было. Все, я побежал, пытался найти своих, чтобы позвать еще нескольких человек на помощь. Но бросили его на земле. И столкнулся с двумя группами вооруженных сил Украины. Я вышел на их блиндажи, получается, думал, что бегу к нашим позициям. Они меня увидели, но не стали по мне стрелять. Я получил ранение еще по дороге. У меня ранение пулевое, оно заживает с 8 июля. Делают мне здесь перевязки. Все, они мне сказали. Дальше ты не пробежишь, там стоит мина в 25 метрах. Те разорвет. Ложи автомат, снимай снаряжение. Только не дури. Была мысль взорвать себя гранатой. Ну, мимолетно промелькнуло. Я подумал, что на того не стоит. Делал бы нацики, да? Сейчас нацики будут брать пленные. Мимолетные мысли, е-мое. Нацики, е-мь. Мимолетная мысль была взорвать себя гранатой. Но я от нее сразу же отказался. Я сделал так, как приказали вооруженные силы Украины. Гуманные люди, правда? Все верно. Я это понял. Немного позже. Они мне сразу сказали, тебе очень крупно повезло. Именно сегодня тебе очень крупно повезло. Гуманные нацики? Не нацики. Я уже понял. Они мне задавали тот же самый вопрос. Ну и что? Ты увидел бандеровцев или нацистов здесь? А кто такой бандеровец, вот, в вашем представлении? Ну, это человек, для которого, наверное, является кумиром Степан Бандера, который воевал за независимость Украины. Ну, бандеровцы – это плохие люди или хорошие? Я считаю, что хорошие. То есть люди, которые хотят независимости Украины. Это, ну, нормальное, как бы, да? Это нормально. Я понимаю. А вот вы говорите, что… Я так понял, что вы следите за русской пропагандой очень так плотно, да? Вы там смотрели и так далее. Да я за ней не слежу. Она просто периодически мелькает в интернете. А кого любили с этих журналистов русских смотреть? Я это все смотрел в Инстаграме, я не смотрел журналистов. Вот просто короткие ролики появлялись. А в Инсте… А Инстаграм еще работает, да, в России или нет? Я последний раз выходил перед тем, как ее запретили. Все, она запрещена на территории Российской Федерации. И еще сейчас там смотрят? Это когда запретили, последний раз? Еще, наверно, ближе к весне было делом. Ага. А что теперь смотрят в России? Ютуб, Типток. А… Такое что-нибудь. То, что работает, да? А как вообще вот мать ваша, да, вот как восприняла то, что вы едете в Украину? Она тоже, как бы, ну… Для нее тоже здесь нацики и так далее. Это сколько километров? В Дальнем Востоке Украины. Ну, тысяч девять, наверное, будет. А чем ехали? Самолетом у него сюда? С самолетом, пересадками. Потом с Белгорода ехали. Хорошо. Вот мать тоже думает, да, что здесь нацики? Я вам по-другому скажу, но я не буду материться, там, нецензурных выражений сейчас говорит. Она мне говорила, что я дурачок, я и так два с половиной года дома не был. И куда я вообще собрался? А то есть сидели на Курилах, а теперь в Украину, да? То есть она против была? Она была против. Ну, а потом, когда узнала, что я своего мнения не поменяю, она мне сказала, ну, держись, сынок, молись Богу и говори про себя каждый день. Господи, помилуй, я буду жить. Вот так, честно говоря, она мне сказана. Ну, а вы никогда на политические темы не общались? Никогда, да? То есть этот вопрос не понимался. То есть я так понимаю, что вы в армию пошли просто из безнадёги. Ну, вот жизнь говно, единственное спасение – это армия, да, я понимаю? Всё правильно я говорю? Ну, разрешите сказать, сотрудники безопасности, они как бы, да, они мне сказали, мы давить на тебя не будем, просто скажи, как ты попал в плен, когда и чего. И они поняли, что в политическое вот это, вот все я не заинтересован, ну, что я как бы был исполнителем. Сотрудники безопасности украинской, да? Да, 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 они в Днепропетровском следственном изоляторе допрос был, на видеокамеру засняли и взяли с меня обязательства, что я больше не приму участие в боевых действиях здесь. Ну, это реально, вот теоретически, если вас обменяют, и, ну, снова будет приказ, вы исполнительный, снова что-то там, не знаю, там посмотрите… Придётся отказываться и идти на гражданку, больше я не хочу такого вытворять, этого второго шанса уже и не будет. А вытворяя что вы имеете в виду? Ну, в смысле, участвовать во всём этом. Ну, вот вы понимаете, что вы делали в Украине? Вот кто вас, ну… Что я делал? Ну, вот, вы, вы зашли в Украину, да? Вы оккупант. Ну, на чужую территорию вступил, получается, да. Вот вы называете, вы, там, здесь нацизм и так далее, вы же, вы видели то, что вот, например, я так вижу, что вы следите, да, там, за деятельностью и так далее. Ну, например, там, Instagram, ну, то есть вы плотно смотрели, что в Украине и, ну, Ирпинь, Буча, Мариуполь, Херсон, видели, что вытворяет русский солдат? Нам показывали здесь, в колонии. Ну, в колонии показывали. А до этого вы следили? Вот как, например, проходит… Ну, для украинцев это война, для русских это спецоперация. Я вообще не понимаю, почему это называлось спецоперацией. Ну, я тоже не знаю, почему наш президент это назвал именно так. Ну, вы следили то, что было, да? Вот, мародерство, изнасилование, убийство гражданское. Что там не говорили? Уже здесь, да? Нет, в следственных изоляторах. В следственных изоляторах. А вот там, в России, ну, то есть, вы же умный человек, наверное, да? Я не знаю. Ну, то есть, вы могли это посмотреть, что, где и так далее. Про Бучу слышал, про Мариуполь не слышал. Ну, Мариуполь полмиллиона населения жило. Здесь где-то сейчас, говорят, точно никто не знает, где-то осталось 100 тысяч. Ну, это деноцификация, я так понимаю, да? Представление русского солдата. Нет, убивать мирное население, это не деноцификация. Ну, это же делали русские солдаты. Ну, мне очень обидно за них в таком случае. Я так не поступал, я не дал бы себе это сделать. Ну, вы же зашли, да, но если там нужно было бы делать, ну, кто его знает, какая бы ситуация была? А вы себе не задавали вопрос? Вот вы сидите на Курилах. Сидите на Курилах, да? Слышно, что мой русский не родной язык, да? Вы сидите на Курилах. Вы едете 9 тысяч километров. У вас, ну, не вставал вопрос. Какого? Я с Курил, еду в Украину. Как вы вам это объяснили? Мы объяснили, что надо выполнять приказ. Помощника, пулеметчика, искалишь на Курилах. Ну, то есть, вы представляете себе географию, да? Да, далекое расстояние. А статистику вы смотрели, кто воюет в Украине среди русских? Слышал, что и частные военные компании, ну, только про них больше не про кого. Видели Вагнерадцева? По фотографиям только нет. А с вами? С нами нет, с нами только натострелковая подразделение. Нет, я не об этом спрашиваю. Вот кто в своем большинстве воюет с Сумской Федерацией в Украине? Вот по географическому признаку. Наверное, западный округ и восточный. А западный это какие города? Наверное, которые ближе к Москве. Ну, это мое предположение, точно я не скажу. Такие, как вы? Дальний Восток, Бурятия, то есть, республики. А Москва минимум и Питер минимум? Да мне кажется, там, я не знаю, это были данные два месяца назад, там вообще ноль человек было. Ну, с аббревиатурой Z у меня больше никаких предположений. Никто мог себе такую гравировку на технику нанести. Вы не согласны с этой аббревиатурой? Ну, если эта аббревиатура означает западный, то западный военный округ, он с каких частей-то состоит? Если не ближе к Москве, то какие? А, О, О, я с таким не сталкивался. А, В, так? А, В. Вот там несколько аббревиатур было. Вы английский знаете? Z, O, V. Ну, вот эта вот галочка. Да, V. V это, скорее всего, восточная. О? О, не, я могу знать. То есть это так объясняли, да? Эту аббревиатуру? Ну, хорошо, вы заходите. Вам говорят, идем на Харьков, да? То есть центральной целью был Харьков, да? Мне сказали, что это харьковское направление. Я понял. Потому что не было возможности поинтересоваться, что за местность вокруг, так как нам сказали отключить телефоны, вытащить сим-карты и положить их в чехол, и не выходить на связь. Я понял. Сами все русские были, да? Все русские. Роты со мной было, три группы, ориентировочно 80 человек. Все погибли? Я не знаю, что с ними на данный момент, но были раненые, были двухсотые. На день, когда я попал в плен, было точно несколько раненых и несколько двухсотых. Вот одного двухсотого я не смог вытащить. В блиндаж меня завели, осмотрели ранение, разрезали одежду на меня, сразу же оказали медицинскую помощь. Я даже дал все бронированные машины, там расспрашивали как, откуда, как зарплаты, почему ты сюда пришел. Тоже задавали наводящие вопросы. Это какие? Которые ломаю в голову, ну и что-то увидел нацистов. У меня наводящие вопросы тоже, да? Вот это вы имеете в виду, да? Да, возле меня, ну это никакие не нацисты, они все были в Панамах, в маленьких таких бронежилетах, спрашивали, почему вы так, у вас военная экипировка такая бедная, вы не можете себе скопить денег, чтобы... У вас бедная экипировка была? У нас стандартное вооружение, вот это вот ратник, при мне был АК-74М, 10 магазинов, 2 гранаты, вот этот бронежилет, шлем, ну и когда я был на боевые задачи, я, ну, как сказать, нес боекомплект пулеметчика, 2 пулеметных ленты еще на себе, все, больше при мне ничего не было. У нас в основном пулеметы АК-74М, вооруженные силы в Украину, но они не что бы меня обидеть, а так спрашивали, почему у вас? Ну, нормальный вопрос, 2-я армия мира, как там разговаривали, да? Почему-то, ну, бедная экипировка у вас, как бы, и я понял, что они зарабатывают намного больше денег, чем мы в Российской Федерации на военной службе. Намного больше денег не зарабатывают? Намного больше, я так понял, если они могут себе это позволить, самому все это военное снаряжение для себя собрать. А вы знаете, ну, как вообще воюет? Ну, откуда снаряжение? Это не только ВСУ помогает, дает. Это еще и украинцы помогают, весь народ помогает. Ну, что-то такое слышу. Весь народ, донаты, понимаете, что это такое, да? Да, пожертвования. Пожертвования, да. Сбрасывайте на ВСУ. Все это делают. Все. То есть все украинцы не хотят русских. И хотят, чтобы ВСУ выбило русских с украинской земли. Я вас понял. Это я делаю. А поэтому они хорошо так экипированы? Не защищают они свои земли стойками. Очень. Да. Это для вас открытие? Для меня, да. Больше скажу, украинцы, знаете, что такое Байрактар? Это турецкие. Они сбрасываются на Байрактары для ВСУ. Не только на экипировку, а даже на Байрактары. То есть вы понимаете цену вопроса, да? Турецкий беспилотник. Да. Боевой. Сколько, думаете, он стоит? В долларах. Миллиона два. Пять. Пять. И люди сбрасываются. То есть в России этого не знают. Россия думает, что здесь ждут их, да? Русских. Населения. Ну как ждут? Чтобы уничтожить? В смысле уничтожить кого? Русских ждут, чтобы их уничтожить. В смысле, кто нападает на них? Наверное, ждут. Нет, ну как, вы говорите, что здесь нацисты, да? Вот, вы шли сюда и думали, что здесь нацисты. То есть, грубо говоря, здесь население под нацистским игом, да? Ну, так же там же теория. Ну, как нам засрали голову, получается. Соловьеву, Скобееву, кто там еще? Хотите привет передать? И что я должен вам сказать? Ну, что хотите, но вы же говорите, что вам засрали голову. Можете сказать, ну, что хотите. Всем, кто нам засирал головы, я скажу, что на этой территории это происходит не так, товарищи ведущие телеканалов российских. Я не встретил здесь ни одного фашиста, ни одного бандеровца. Здесь люди, которые истинно защищали свои земли. Мама использует WhatsApp или еще что-то? Да. Можно позвонить? Номер помните? Помню. Да так-то особого желания нет. Нет? Не хотите звонить матери? Почему? Товарищ лейтенант, зачем? Ну, хочешь на маме звонить? А чего? Да, я и сотрудникам безопасности сказал тоже, что не хочу. А у вас плохие отношения с матерью? Хорошие. А почему не хотите звонить? Да не хочу сейчас это все объяснять. И что-то как-то, что будет, то будет, вернусь, вернусь. Не вернусь, значит, так Господь это хотел. А вы верующий, да? Очень глубоко, да? Я так понимаю. Для себя верующий. И не просто, что там изучаю, глубоко эту религию православную. Для себя верю. И все. В церковь вот ходил в крайнее воскресенье вместе со всеми. Службу нес. Вообще, категорически не хотите разговаривать с матерью, да? Не хочу. Не сказать, что вы, где вы и так далее. Да через Красный Крест опять передам, что все нормально и все. А что-то есть сказать хотите на камеру? Если, ну, если там где-то попадет, в России будут смотреть. Ну, что хочу сказать им, что пускай наберутся терпения. Я их очень люблю. Сестренку и матю. Надеюсь, скоро увидимся. Это все. Субтитры сделал DimaTorzok